Кто привык за победу бороться, с вами вместе пускай пропоёт. Кто весел, тот смеётся, кто хочет, тот добьётся, кто ищет, тот всегда найдёт. Доброе здоровье, уважаемые посетители канала. Какая картиночка! Итак, доброе здоровье, что бы я вам хотел сказать? Вот я сделал видео последнее, как это происходит, исцеление, вот как бы сказать, для некоторых неясно, непонятно. И меня посетила мысль, а что именно и почему именно медики предложили то или иное средство. Ну давайте-ка посмотрим, а я прокомментирую. Мне ставят диагноз псориаз и псориотический артерит. Гормоны не помогают. Вопрос, а почему назначили гормоны, которые не помогают? Вот почему медицина назначает гормональную терапию? Насколько я понимаю, они пытаются гормонами настолько взвинтить организм, что он якобы за счёт этого всё сам покроет, всё сам там исцелит, всё сам сделает. То есть гормоны даёт, гормональный фон раз, за счёт этого, значит, все основные процессы в организме больше, сильнее. И это якобы должно принести эффект. Такая логика. Ну сразу же говорю, а если организм стоячее, болото гниющее, то толку от этой гормональной терапии нет. Ну, смотрим дальше. Ничего не помогает? Ну такая стандартная терапия первичная, там противовоспалительные препараты. Противовоспалительные препараты. То есть то, что прёт изнутри на рожу и вот как раз на коже появляется, вот эту внутреннюю реакцию организма пытаются прервать. То есть изнутри организм пытается вот это через кожу выбрасывать, все вот эти вот лишние там вещи. И вот так вот они проявляются в некоторых случаях. Вот таким вот образом. Ну и плюс всё остальное. И вместо того, чтобы этому способствовать, применяются вот эти противовоспалительные препараты. Просто, чтобы вот это всё замазать и как бы свести на нет. Но процесс-то идёт изнутри на рожу, а мы его запечатали, значит он там начинает леть. И вот я думаю, вот то, что кости начали болеть, это как раз вот эта вот обратная, будем говорить, волна. То вышло бы всё это наружу, там через кожу. Да, кожа страдает, да, кожа воспалена. Раз противовоспалительные, как бы сказать, законсервировали это. И всё пошло туда внутрь. И естественно начали болеть кости. Слушаем дальше. Получали инвалидность. Потом на цитостатиках посидишь, когда они перестанут тебе помогать. А что такое цитостатик? Цито-клетка, статик-остановка. То есть пытаются, согласно этому лечению, применить такие мощные лекарства, которые воздействуют на остановку деления клеток. То есть они пытаются её, как бы законсервировать клетку эту в статическом состоянии, чтобы как-то там процессы не проявлялись в организме и вот так вот не проявляли себя на коже. В основном цитостатики применяют при онкологических заболеваниях. То есть они пытаются путём этого лекарства остановить деление раковых клеток. Естественно это всё действует и на организм в целом. Естественно ничего от этого хорошего не будет. И опять-таки как там было болото, так оно и осталось. И всё это ещё добавилось туда. И в результате получается, знаете, вот одно дело, это естественно как-то идёт течение болезни. Там ещё более-менее ясно, понятно, что там, что там, как там, ход всего-то. Но когда начинают вмешиваться с различных позиций вот такие вот лекарства, которые, допустим, за счёт гормонов мы пытаемся это сделать. Ага, не получилось, но в то же время гормоны могут в организме что-то простимулировать другое. То, что организму не надо. И опухоль может возникнуть, да? Далее, значит, что там эти самые противовоспалительные. Вместо того, чтобы понять, откуда идёт это воспаление, что его провоцирует, они пытаются просто его устранить. Ну как обезболивающую. Да нету там причины этой. А причина-то и есть. И она просто-напросто утрамбуется и действует на более глубокие уровни. Ну, как я, например, сказал на кости уже. И, наконец-таки, цитостатики, они вообще пытаются, значит, вот, подавить организм, подавить жизненные процессы в организме на клеточном уровне. Сделать его бессильным каким-то, чтобы таком. И якобы это должно и повлиять и на болезнь. Но здесь происходит следующее. Просто-напросто организм ещё больше слабеет. Причина как была, так она и есть. И плюс ещё вот эти все эти вещества, которые вводились туда, они вызвали свои реакции, которые извратили работу организма. И, естественно, что дальше? Ну, а теперь инвалидность, да? А, инвалидность дадим. И дальше что-то, то есть ещё. Ну-ка, послушаем. Тебя переведём на, типа, иммуносупрессоры. Они дороже стоят, они действуют точечно. Иммуносупрессоры, иммуносупрессоры, иммуносупрессоры. А давайте посмотрим, что такое иммуносупрессор. Я примерно догадываюсь, что это такое. Но познакомиться более подробно. Иммуносупрессоры. Лекарственный препарат, подавляющий иммунитет. И вдобавок ещё подавим иммунитет, чтобы он вообще никак не боролся. Чтобы человек стал, значит, овощем. Буквально-таки подвержены любой болезни. Иммуносупрессоры. Это класс лекарственных препаратов. Искусственного угнетения иммунитета. И якобы, якобы, значит, насколько я так понимаю, укол. Вот где-то у тебя там что-то высыпало. Вот эта вот реакция. Это псориаз или что-то, экзема. И вот туда делается. И якобы здесь иммунитет будет меньше. Знаете, мне хочется так сказать, как бы не обидно. Но такого, в кавычках, лечения, да ещё за такое бабло, да ещё под наукообразной основой всего-то, трудно придумать. Дальше меня не интересует. То есть я постарался вам на этом примере ещё показать, что такое официальное лечение. И к чему оно приведёт. До этого я читал ваши отзывы. Уже пришёл комментарий на вот этот видосик. В 19 лет я оказалась в такой же ситуации, как эта девушка. Это был 1997 год. 3 месяца хождения по врачам, профессорам, которые собирали консилиумы, назначали гормональные мази. Якобы гормональные мази, знаете, они вот всё за вас сделают. Вы только примите гормоны, они всё сделают. Которые, разумеется, не помогали. И почему не помогали, я объяснил. Мама случайно нашла женщину, которая вылечила меня строгой диетой. То есть в чём смысл диеты? Смысл диеты в том, чтобы не вызывать зашлаковку организма. Можно так подобрать своё питание, что вы расшлакуетесь и прекрасно будете жить. После которой была чистка печени по Малахову два раза и всё прошло. Ну я как раз до этого говорил, что если мы почистим печень, то всё идёт гораздо лучше. Остались, конечно, дежурные бляшки. То есть вот эти бляшки как раз форпосты вот той болезни, которая, как бы сказать, затаилась. Но было покрыто всё тело намного сильнее, чем у девушки на фото. Да, это была зашлаковка. Так вот зашлаковка. Я как раз ответил, что, а вот что вы до 19 лет, чтобы вы понимали, как с этим заболеванием можно, будем говорить, бороться, чтобы его не спровоцировать в дальнейшем. Что у вас было до 19 лет? Как вы нажили эту болезнь? То есть это закономерно вы её нажили своим образом жизни. И поэтому, если вы не хотите, чтобы вот эти дежурные бляшки, которые там у вас остались, вновь не начали разрастаться, проанализируйте, что у вас там было. Было ли там условия, которые способствовали вот этой зашлаковке. Были ли там эмоциональные потрясения, ещё что-то, ещё что-то, ещё что-то. И у вас сложится картина, которая покажет, какие в вашей жизни случаи и действия приводят к этой болезни. Поняв это, вы можете это всё в дальнейшем перекрыть. Ага, вот следующее, вот о чём я хотел ещё сказать. Началось с того, что она не курит и не пьёт и ведёт здоровый образ жизни. Это кажется человеку, что он явно что-то, ну, ну, говорит, не делает каких-то вредных привычек, и что вроде бы он ведёт здоровый образ жизни. Но насколько это действительно здоровый образ жизни, это надо ещё посмотреть. А в голове вопрос, как можно было заболеть. Анализируйте свою жизнь, как можно заболеть. Она как раз вам и всё покажет. Далее, или сначала такой комментарий, запоров не было, а диагноз страх. Значит, что-то другое было. Не обязательно запоры иметь. Это я сказал, которые явно, условия, которые явно приводят к тому, что ждите онкологии. Паразиты, там молочницы, эмоциональное потрясение. И как говорится, да мало ли что. Ищите, думайте, что, что, как. Запор – это когда трое суток не было поражения. Это уже такой мощный запор. Это уже такой хороший, знаете, махровый запор. То есть в течение этих трёх суток всё, что должно было выводиться через прямую кишку, всасывалось, всасывалось и выводилось, то есть всасывалось в кровь через кишечник, всасывалось в кровь. Первым делом шло в печень её отравляя. Далее печень уже сдаётся, а она начинает идти уже по всему организму. Печёночный барьер уже это ничего не держит. Пошла эта вся бека кака по всему организму. Там на кожу, на дыхание. Всё это начинает выводить те органы, допустим, лёгкие, кожа, носоглотка, которые к этому не приспособлены. То есть это такой классный запор. Но ещё бывает и задержка, когда больше суток. Ну а теперь, в соответствии с тем, что я сказал, в течение суток то, что должно у вас было бы выйти через прямую кишку, вытравляли всего лишь навсего сутки. Ну подумаешь там, ну сутки какие-то. Ну если это повторяется еженедельно, да хотя бы раз в две недели, и в течение всей вашей, так сказать, жизни, вы считаете, нормально. Вот вам это называется скрытые запоры. А это же тоже фактор риска грозных патологий, болезней. Да, конечно. Читайте, смотрите видосы Светоча. Так, дальше. Пишет, значит, Геннадий, вы правы. Я вспомнила себя, у меня в 20 лет была молочница. Вначале она сказала, что человек видит здоровый образ, это как можно заболеть. А потом вот пишет, ну как бы сказать, человек вспоминает. То есть вы вообще сядьте и спокойненько проследите свою жизнь. И так вот она как раз рукоделие проследила, что вы правы. Я вспомнила себя, у меня в 20 лет была молочница, далее жуткая стрептодермия, лечилась мазами. Мазами это значит стрептодермия, бактериальная инфекция, поражающая поверхность кожи. Наиболее распространенное проявление являются желтоватые корочки на лице, руках и ногах. Реже могут появляться большие волдыри, которые поражают пах, и подмышки поражения могут быть болезненными. Или зудящим, лихорадка встречается редко. Смотрите, бактериальная инфекция, которая якобы поражает поверхностную кожу. Но, если она имеется на коже, то она имеется и внутри организма. Лечилась мазами. И вот эти, опять-таки, мази могут загонять инфекцию просто-напросто туда, поглубже в организм. И там она начинает тлеть и по-своему уже распространяется, вызывая то или иное заболевание. Может быть, даже намного сложнее и страшнее, нежели сама эта по себе стептодермия. Так, спустя 10 лет она вернулась и опять лечили мазами. Она вернулась. Да она никуда не делась. О чем я только что и сказал. Знаете, ну, Светоч, он Светоч, он в этом деле немножечко, так сказать, соображает. Просто-напросто то, что было, внутрь загнали с мобильности. Потом создались условия. И все это вновь выплыло на поверхности. Ну и опять мазями. Вместо того, чтобы, знаете, менять все существо тела, работать с ним, гирпес раза два обсыпало губы. Если раза два обсыпало губы, то это также говорит о том, что он благополучно имеется в организме. И так же он клеит. И потом, как только создаются условия, он опять только раз, как ни в чем не бывало, проявится. Но может быть и более хуже. Есть же гирпес, который разрушает миелиновую оболочку нервов. И дальше начинаются более сложные проблемы. Так, сейчас мне 48. Нашла воспаление по-женски. Ну, все это, знаете, бегает туда-сюда. И там, где, как бы сказать, денежное место, там, где больше жизненной энергии у человека, там, где вот это вот имеется, она как раз туда и липнет для того, чтобы, знаете, вот получать из первых рук вот то, что надо. Ну, поэтому. Ну, привела интервальное голодание и клизмы. Молодец, интервальное голодание и клизмы. То есть интервальное голодание, что оно делает? Голодание вообще резко усиливает иммунитет человека. При этом идет очищение организма. То есть это очень мощное средство, которое работает в целом с организмом. Важно понимать, что делает голодание. Тут вот я просто два механизма назвал. На самом деле их побольше. И вы можете в моей книжке лечебное, по-моему, голодание прочитать. Будете профессорами в этом деле. Так. Сейчас пьют травы. Корень лопуха и корень одуванчика, чистотел. Ну, смотрите, насколько корень лопуха, корень одуванчика и чистотел обладают вот этими бактерицидными свойствами. Это также надо понимать. И очень важно здесь, знаете, что еще? Вот вы поняли, что у вас, допустим, молочница была. И вы попробуйте найти именно такие травы, которые великолепно или средства действуют против молочницы. Вот это вот, значит, стрептодермия, кто ее вызывает? Инфекцию. Найдите, что это за инфекция и что на нее наиболее эффективно влияет. Допустим, из растительного солья там, грубо говоря, там, керосин или еще там что-то, или еще что-то там что-то, там много. Ага, и применили. Герпес. А что против герпеса работает эффективно? Применяйте. Не просто так, что вы что-то слыхали, вот, а вот корень лопуха, одуванчик отчистотел, якобы это должно сделать. Вы можете просто-напросто спалить не туда, бью-бью-бью-бью, и мимо. Да, как это говорилось? Бац-бац, и мимо. А вы должны туда, куда надо. Вот как женщина, у которой, значит, онкология там на носу имеется, вот ей в свое время, как она там написала, и благополучно забыла. Это вот, благодаря тому, что я все допытывался, допытывался, что ей помогла настойка на табаке, никотиновая настойка, то есть табачная настойка. Сам по себе табак, это такое мощное противобактериальное средство, которое может быть даже и сильнее там других. То есть применять то, что надо. С помощью соды восстановила ЖКТ. Ну, хорошо, с помощью соды. Готовлюсь на УЗИ. Ну, пожалуйста, люди хотят. Хотят, чтобы им сказали, что вы здоровы, что вы еще там что-то. Ну, это их дело. Так, ЖКТ. Смотрите, ЖКТ восстанавливается, на самом деле, правильным питанием. Если вы просто-напросто, ну, знаете, вот какой-то там сбой произошел, что-то там, чего-то, и действительно, сода может здорово помочь на первом этапе, и все это исчезнуть. Вот, ну, если вы дальше ничего не делаете, вы же не все время там соду будете принимать, вернете к своему порочному там питанию, то, естественно, у вас все потихонечку возникнет вновь. Чтоб об этом вы помнили.